Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом видео мне хотелось бы поделиться с вами формулой конструктивной критики. Я считаю, она очень важна для родителя, и мне очень хочется, чтобы после того, как я с вами ей поделюсь, и вы увидите, какая она простая, действенная, чтобы вы начали ее потихонечку вводить в свой воспитательный арсенал и пользоваться ей. Чем дальше, тем больше. Она очень простая, она легкая, ее не нужно заучивать, ее очень легко услышать, понять и сразу взять на вооружение. Я с этой формулой сталкивался три раза в жизни. Последний раз я столкнулся с ней буквально вот вчера, проходя обучение, а первый раз я столкнулся с ней в возрасте где-то лет 20. И меня очень удивило то, что она работает настолько позитивно и настолько хорошо, а я в возрасте 20 лет был очень таким зашоренным молодым человеком, не сильно смелым, не сильно таким, что ли, подвижным в плане перестройки ума, в плане принятия чего-то нового. Но мне она очень сильно тогда помогла. Я впервые тогда в жизни с ней столкнулся и впервые ощутил, насколько она действенна. Дело происходило в одной компании, в которой я подрабатывал, будучи студентом. Там каждое утро проходили микротренинги, где любые два участника, постоянно разные нашей компании, разыгрывали сценку, в которой один был как наш сотрудник, а второй был как директор магазина или супермаркета. И необходимо было проиграть, в общем-то, всегда одну и ту же сценку примерно. Есть конфликтная ситуация, и наш сотрудник должен из нее выйти победителем. И вот в конце, когда все это заканчивалось, когда сценка была проиграна, каждый из наших сотрудников должен был как раз использовать вот эту вот конструктивную критику. В чем же состоит суть этой формулы конструктивной критики? Дело в том, что нужно было сначала участника того, кто был в сценке, похвалить и сказать, что удалось сделать ему, как он справился с поставленной задачей. А потом нужно было показать те точки роста, по которым необходимо дальше двигаться и развиваться. Другими словами, нужно было сначала сказать, что тебе понравилось, а потом ты должен был сказать, что, по твоему мнению, стоит улучшить. И вот что вы думаете? Каждый раз, когда приходили какие-то новые сотрудники, они же, конечно же, не были настолько включены в процесс, у них это все происходило постепенно, и они пытались сказать, что им не понравилось, что было плохого, что они бы никогда не стали делать. И здесь тренер грубо и громко прерывал их и говорил, стоп-стоп-стоп, ребята, еще раз повторяю, что понравилось и что необходимо улучшить. Иногда это было с таким криком и с таким крепким словцом, потому что некоторые новенькие сотрудники не могли привыкнуть к этому. И вы знаете, для меня это была, как сейчас я понимаю, тогда я это не отслеживал, яркая демонстрация того, как нас воспитывали. Ведь это же модель того, как с нами разговаривали родители. Второй раз я столкнулся в своей жизни с этой формулой, когда попал в художественную школу, я пошел туда на курсы для взрослых, чтобы научиться рисовать, и это бы, как мне тогда казалось, должно было мне помочь лучше обрабатывать фотографии, и мое хобби пейзажная фотография должно было бы выиграть за счет таких вот базовых знаний по живописи и по рисунку. Так вот там я ощутил, что мой преподаватель очень имеет какой-то особый ключик. И мне было непонятно поначалу, почему же так хорошо мне заниматься, и почему мне так хочется продолжать, и я не останавливаюсь, хотя я пришел туда совсем ничего не умею делать, и потом я разгадал это. Вы знаете, разгадал и удивился, потому что сам этим пользуюсь, но для меня это не было упаковано в формулу, как я сейчас вам рассказываю, поэтому это не сразу было, наверное, и понятно. Мой преподаватель меня хвалил там, где меня можно похвалить, и помогал мне там, где у меня не получается. То есть, получается, отсутствовала ругань какая-то, какое-то порицание, какие-то недовольные выражения лица отсутствовало, отсутствовали негативные эмоции с его стороны, в мою сторону, когда у меня что-то не получалось. Ну и вот совсем недавно, как я уже сказал вчера, когда я сейчас прохожу обучение для себя, я увидел эту формулу в таком виде, я понял, что это здорово, что она упакована, и вот я с вами этой формулой делюсь. Значит, давайте еще раз немножко подытожу все, что сказал. Формула конструктивной критики заключается в том, что мы фактически работаем на двух позитивных каналах. Канал номер один. Мы хвалим, когда есть за что хвалить, а ребенка всегда есть за что хвалить. И второй момент. Мы направляем туда, где можно что-то улучшить, а у ребенка всегда есть те места, где можно что-то улучшить в его действиях, в его каких-то затеях. Поэтому получается, что у нас отсутствует абсолютно такой негативный элемент. И тут вопрос, а что же натворить может этот негативный элемент, если мы, например, подключим эмоции. У нас ребенку мы дали какое-то поручение, а он его сделал как-то криво, или при этом что-то разбил, или испортил что-то при этом. Ведь есть же за что на него сорваться или накричать. И вот дело в том, что если мы разобьем это его действие на те моменты, когда есть же за что похвалить, и обозначим его, так сказать, точки роста, то есть то, что можно улучшить, тогда мы даем ему надежду на то, что в следующий раз будет лучше. Мы направляем его как бы по правильному пути. Мы говорим, что да, часть какая-то была у тебя отличная, эту часть нужно вот так вот над ней поработать, постарайся, и тогда будет здорово. Мы позитивно его толкаем к лучшим и лучшим и лучшим результатам. Во-первых, в этот момент у нас не разрывается контакт с ребенком. Мы остаемся в диалоге. Ребенок нам не перестает доверять, потому что он видит, что мы заинтересованы. Он не боится с нами делиться какими-то промахами и неудачами, потому что он знает, что мама или папа реагируют на мои промахи и неудачи вот таким способом. Они что-то находят хорошее, и они показывают, куда мне двигаться дальше, чтобы было еще лучше. И в этом случае как раз то самое слово, над которым я работаю, проводя все свои детско-родительские семинары по детско-родительским отношениям, то слово начинает просто светиться. Напоминаю вам, это слово сотрудничество. Между родителями и детьми возникает сотрудничество, и оно укрепляется, оно наращивается, и не пропадает доверие, не пропадает контакт с ребенком, и это очень здорово влияет на отношения, которые чем дальше, тем сложнее выстраивать, чем ребенок старше, тем сложнее их выстраивать. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы эту формулу простую запомнили, пытались ее где-то применить, и отслеживали, насколько это лучше, чем ваш привычный способ. Может быть, кто-то из вас сейчас посмотрит это видео и скажет, слушайте, ну я всегда так делаю, я так делаю всегда, да, просто я не называю это формулой конструктивной критики, и так ее не расписываю, как вы сейчас это делали. Ну вот у меня был тоже похожий процесс. Я интуитивно делал так, но не знал, что это упаковывается вот в такой текст, и имеет название. На этом у меня все. Желаю вам успехов, удачи, и увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok